ШУТОЧКА Съедемте вниз, Надежда Петровна, умоляю я. Один только раз, уверяю вас, мы останемся целой и невредимой. Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санке. Но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть? Она умрет, сойдет с ума. Умоляю вас, говорю я, не нужно бояться, поймите же, это малодушная трусость. Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую в санке, обхватываю рукой и вместе с нею не свергаюсь в бестну. Санки летят, как пуля, рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, ревет, больно щиплет от злости и хочет сорвать с плеч голову. От набора ветра нет сил дышать, кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу. Вот-вот еще мгновение, и кажется, мы погибнем. Я люблю вас, Надя, говорю я в полголоса. Санки начинают бежать все тише и тише. Рев ветра и ощущение полозьев не так уже страшны, дыхание перестает сумирать, и мы, наконец, в лесу. Наденька не жива, не мертва, она бледна, едва дышит. Я помогаю ей подняться. — Ни за что в другой раз не поеду, — говорит она, глядя на меня широкими полными ужаса глазами. — Ни за что на свете! Я едва не умерла! Немного погодя, она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза. Я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку. Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны эти слова или нет? — Да или нет. Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья — вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпелива, грустна, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает не в попад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице! Какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость. — Знаете что? — говорит она, не глядя на меня. — Что? — спрашиваю я. — Давайте еще раз прокатим. Мы взбираемся по лестнице на гору, опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер, ищущат полозьи, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю в полголоса. — Я люблю вас, Наденька! Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражает крайнее недоумение. И на лице у нее написано, в чем же дело, кто произнес те слова, он или мне только послышалось. Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения, бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать. — Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я. — А мне, мне нравится это катание, — говорит она краснея, — не проехаться ли нам еще раз? Ей нравится это катание, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха дрожит. Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами, но я прикладываю к губам платок, кашляю, и когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить, — Я люблю вас, Надя. И загадка остается загадкой. Наденька молчит, о чем-то думает. Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет. Не скажу ли я ей тех слов? Я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать. Не может же быть, чтоб их говорил ветер. Я не хочу, чтобы это говорил ветер. На другой день, утром, я получаю записочку. Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и слетая вниз. На санках я всякий раз произношу в полголоса одни и те же слова. Я люблю вас, Надя. Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без них не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно. Но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви. Словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое. И я, и ветер. Кто из двух признается ей в любви, она не знает. Но ей, по-видимому, уже все равно. Из какого сосуда не пить, все равно. Лишь бы быть пьяным. Как-то в полдень я отправился на каток один. Смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька. Как ищет глазами меня. Затем она робко идет вверх по лесенке. Страшно ехать за одной. О, как страшно! Она бледна, как снег дрожит. Она идет точно на казнь. Но идет. Идет без оклядки. Решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать. Будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет. Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ушеса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки землей, трогается с места. Жужжат полозья. И слышит ли Наденька те слова, я не знаю. Я вижу только, как она поднимается из саней, изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать Но вот наступает весенний месяц, март, солнце становится ласковее Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает, наконец Мы перестаем кататься, бедной Наденьке больше уже негде слышать с тех слов Да и некому произносить их, так как и ветра не слышно А я собираюсь в Петербург надолго, должно быть навсегда Когда перед отъездом дня за два в Суберке сижу я в садике А от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной И, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи Я подхожу к забору и долго смотрю в щель Я вижу, как и Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо Весенний ветер дует ей прямо в бледное унылое лицо Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе Когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным Грустным по щеке ползет слеза И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер пронести ей еще раз те слова Я, дождавшись ветра, говорю в полголоса Я люблю вас, Надя Боже мой, что делается с Наденькой? Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки Раносные, счастливые, такая красивая А я иду укладываться Это было уже давно Теперь Наденька уже замужем Ее выдали, или она сама вышла, это все равно За секретаря дворянской опеки И теперь у нее уже трое детей То, как мы вместе когда-то ходили на каток И как ветер доносил до нее слова Я вас люблю, Наденька, не забыто Для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни А мне теперь, когда я стал старше Уже непонятно Зачем я говорил те слова И для чего шутил Читал Джохангир Абдулаев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok